Доброе утро! Мы продолжаем, продолжаем наше утро уже с гостем, но для начала напомню нашим телезрителям. В 2024 году в вузах выделили рекордное количество бюджетных мест. Больше всего, в хорошем смысле, досталось учителям направления IT и сельское хозяйство, медицина и сельское хозяйство. И вот о последнем предлагаю сегодня поговорить. С нашим гостем. А сегодня у нас в студии Андрей Александрович Павлушин, декан инженерного факультета Ульяновского государственного аграрного университета имени Столыпина. Доброе утро! Доброе утро! Ну и, конечно же, первый вопрос. Сколько студентов? Наверное, сейчас, наверное, атакуют просто университет. Абитуриентов. Да, абитуриентов, точно. Атакуют университет, приходят, подают документы. Ну, правильно вы сказали, студентов, потому что последние годы наблюдается такая тенденция, что многие абитуриенты выбирают вуз по рекомендации друзей, товарищей. То есть они приходят уже целенаправленно со старшими своими друзьями, которые обучаются в нашем университете, например, или в других университетах. И выбирают те программы, где им зарекомендовали их старшие наставники, если их так назвать можно. Да, приемная кампания в разгаре. Сегодня уже, хотя она и близится к завершению именно приема документов на бюджетные формы обучения, но сейчас мы наблюдаем, действительно, в последние дни определяются даже самые стойкие, которые тянули до последнего. Надеемся, что они успеют до 25-го все-таки подать документы на те специальности, которые они выбрались для себя. Но количество бюджетных мест действительно выросло и у вас ощутимо, если в процентном соотношении, или вот может быть... Ну, если в процентах, да, примерно на четверть у нас увеличилось количество бюджетных мест, и основные, наверное, самые востребованные сегодня направления – это технические, это биология направления. Ну, то, что нужно сегодня стране, то вот эти все основные направления, они сегодня и в популярности у абитуриентов. Но если мы говорим о специальностях, это какие специальности? Кем они идут? Специальности инженерные – это наземные транстехнологические средства, это транспортная группа дальше, то есть они будут инженерами, могут работать на практически любом предприятии. Ну, и биологическое направление, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринария – очень востребованные тоже направления. Направление по сельскому хозяйству, правильно отметили, что сегодня сельское хозяйство – нужно очень много кадров, нужны специалисты, и увеличивается количество бюджетных мест, поэтому также и абитуриенты видят это, что они нужны будут в дальнейшем, поэтому они охотно выбирают эти направления. Какая-то специальность выделяется больше всех туда? Каждый раз 5 человек на место или 10 человек на место? Ну, в основном выделяются именно специальности, потому что, несмотря на все реформы и все производимые действия, пока еще бакалавриат у нас остается как таковой, но все-таки студенты выбирают именно специальности, чтобы было 5 лет обучения, как было это в советское время, не 4 года бакалавриата, а именно, чтобы получить диплом специалиста. Вот это, наверное, большей популярностью. Соответственно, выбирают это ведь не престижа ради, а понимая, что где-то есть уже на них спрос. Правильно? Что они воспребованы будут? Конечно, да. Один из показателей, вот я уже сказал, что изменяется именно условие выбора абитуриентов, вот один из критериев за последний год, то есть мы проводим тоже большую аналитику, как они выбирают, на основании каких запросов, то есть они выбирают. И один из таких моментов, что абитуриенты выбирают свою будущую специальность именно от дальнейшей востребованности, то есть куда потом идти работать. Вот это как бы один из основных моментов выбора своей специальности, то есть где будут в дальнейшем работать они. Ну, сейчас у вас же эта связь тоже налажена между работодателем и вузом? Обязательно, да. Каждое направление подготовки, каждая специальность, она у нас базируется на нескольких даже индустриальных партнерах, то есть в связке идёт именно производство, образование и наука. Это как бы три основных таких составляющих, без которых, наверное, сегодня ни одно направление не может быть перспективным. И если брать наше ульяновское производство под технический профиль, то это наши практически все предприятия. Ульяновский автомобильный завод, моторный завод, авиастар. Сейчас у них громадный набор, громадная потребность в инженерных кадрах. Ну и вот мы под них также готовим специалистов. Ну и другие все промышленные предприятия также успешно идут, с удовольствием идут на сотрудничество с нами вместе, готовить себе специалистов. То есть это вот интересно абитуентам идти именно к вам, потому что они, я правильно понимаю, то есть в процессе обучения, то есть на практику они будут на реальное производство выходить, работать, получать знания и уже потом могут устроиться сразу к ним после завершения. Ну да, вообще любая образовательная программа, она, наверное, ежегодно у нас увеличивается именно практический блок, когда после первого курса у нас учебные практики, они проходят на базе университета в основном, а вот уже после второго курса студенты, да, идут работать на реальные предприятия, реальное производство. Причем сейчас уже практически все практики, они идут оплачиваемые. То есть они полноценные такие уже, ну даже, как их назвать, стажировки, ранние трудоустройства, вот эти программы. То есть пока ты студент, ты проходишь обязательную практику, то, что тебе нужно поставить для галочки, да, плюс ты еще получаешь неплохую сумму. Ну там зарплата отличается прям на небольшую сумму в отличие от основных работников. То есть работодатели сегодня преднамеренно идут на это для того, чтобы молодежь, да, замотивировать. Ну и посмотреть человека и в последствии просто устроиться. Да, от студентов или от, ну от них нужно только желание учиться и работать. Желание это есть? Вот дальше вы наблюдаете за ребятами. Не рассеиваются? Ведь есть, доходят до конца, трудоустраиваются. Какая обратная связь от них? Ну вообще, если мы говорим по проценту трудоустройства, то у нас он достигает 75-80 процентов, то есть на выходе, сколько вот сразу после завершения, у нас трудоустраивается. А остальные это служба армии, декретный отпуск девушки, понятно, там часть уходит. Но тогда это получается очень высокий. Да, и часть продолжает обучение по следующим ступеням. Это магистратура поступает в аспирантуру. То есть процент трудоустройства у нас высокий, да. Даже по российским меркам он у нас довольно-таки высокий. Затронули тему аспирантуры. Действительно, сельхозакадемия не раз подтверждала, что очень сильные специалисты у вас аспиранты. Вот недавно миллионы раздавали студентам стартапы. Буквально вчера. Да, да, да. И ваши ребята есть список. Результаты, там 7 миллионов, 7 человек выиграл по миллиону, то есть 7 проектов поддержаны. Это мы напомним телезрителям, это стартапы, которые ребята предложили. Вот чуть о них, что это? Ну, это научные, даже не совсем научные, это больше инновационные проекты, которые уже на существенной стадии коммерциализации. То есть они практически прошли лабораторные все исследования, испытания и сейчас готовятся уже к выходу на рынок. То есть к выводу на рынок новых продуктов. Есть ли пример какой-то самый простой, для того, чтобы мы с обывателями поняли, с телезрителями? Да. В основном это проекты у нас по логическому направлению, по ветпрепаратам. И есть один проект у нас по созданию, насколько я сейчас помню точно, создания беспилотных летательных средств для использования их именно в сельском хозяйстве. Вот это я тоже читала. Это тоже перспективный проект. Но это у ребят дипломные работы? Или это действительно параллельно с обучением они занимались? Это и дипломные, да. И параллельно они еще занимаются более углубленно с научными руководителями, с нашими учеными. Они создают вот эти проекты. А сейчас уже происходит работа, как внедрить это и провести на практике в Ульяновске? Нет, уже, наверное, ну да, создать полупромышленный образец для того, чтобы его уже презентовать инвесторам. Потому что, да, рынок как бы не особо интересен, хотя это важно, но рынку нужны готовые образцы. То, чем мы занимаемся университетом, это в основном наука, лаборатории. То есть мы проводим исследования, испытания. А вот сделать именно готовый коммерческий или полупромышленный образец, это немножко другое. Ну да, презентовать и рассказать, как это будет здорово, это одно, а показать все-таки вот этот букет, и вот он так получит. Когда приходит инвестор, он говорит, дайте смело потрогать. Потрогать, да. И через сколько вы готовы мне предоставить партию, там, 100 образцов? Получается, у студентов вашего вуза есть такая возможность, действительно, пока учишься, найти себя и в науке. Что еще? Какие еще есть? Ну, спорт очень тоже интересен. Практически все направления есть, все секции для студентов бесплатные. У нас есть и спорткомплекс, где там, что у нас, плавательный бассейн, все виды, наверное, боевых, контактных, да, боевых искусств, да, практически все, и косика карате, и борьба дзюдо, то есть все есть. Командные виды спорта, это и волейбол, футбол, баскетбол, то есть есть, ну, в любом виде спорта студент может себя реализовать. Ну и также это творчество. Сегодня приходят студенты очень креативные, наверное. У нас сейчас очень развивается, кстати, вот журналистика. Многие студенты ведут и блоги свои занимаются, и ведут чаты там факультетские, университетские группы. То есть это тоже труд, надо этим учиться. И они уже на довольно высоком уровне этим всем занимаются. Творчество, театр тоже, то есть у нас создается пока еще на начальных правом стадиях, но создается университетский театр, и талантливые студенты приходят, тоже проявляют свои вот эти творческие способности в этом направлении. То есть можно же реализовать не только знания, но и спортивные, творческие свои... Любые практически направления мы никак не ограничиваем. Я всегда, когда приезжаю со школьниками, встречаюсь, говорю, вот чем вы хотите заниматься, развивать какой в себе талант, приходите в университет, пожалуйста, мы будем развивать. Если там человек занимался волонтерской деятельностью, то без проблем он в этом же и будет себя развивать и дальше показывать. А мне больше понравилось. Хочется задать вопрос о науке. То есть вы упомянули лабораторию. То есть кажется, он приходит, и он должен сделать что-то грандиозное, как вот последнее. Либо все-таки есть какие-то направления, что что-то улучшить. К примеру, я знаю, что есть зерновые культуры. Тоже происходит улучшение. Даже я понимаю, если я правильно помню, есть какие-то зерновые культуры, которые даже по всему миру разошлись именно от этого. Ну, сейчас, да, у нас активно развивается селекционная работа. Мы получили патенты на несколько уже культур, зерновых культур. То есть они сегодня продаются, то есть можем продавать их практически всему миру. Ну, а что касается студенческой науки, то с первого курса мы стараемся максимально вовлечь всех. Ну, понятно, что все 100% студентов, они не будут заниматься наукой. Ну, конечно, кто-то тяготеет больше к этому. Кому-то меньше. Но мы стараемся их провести вот через все направления, чтобы они каждый под себя что-то выбрали уже интересное. Ну, и потом вот остаются те, которые реально хотят что-то изобретать, создавать практически по всем направлениям. И дальше вот мы уже озвучивали здесь про стартапы. Мы сегодня, то есть мы, наверное, пятый или шестой год практикуем такое, что наши выпускники защищают свои выпускные эквивалюционные работы как стартап, как диплом. То есть они защищают не обычные выпускные эквивалюционные работы, а готовят вот именно бизнес-проекты интересные, то есть на основе своих научных исследований. Вы прям как будто почувствовали, что я хотела спросить. Бизнес-модели тоже ребятам презентуют, то есть учат, как из... Ну вот у него есть какая-то идея, он получает знания необходимые, навыки. Он думает, вот я это изобрету, а как это продвигать, как это коммерциализировать, здесь подскажут, научат? Конечно, да. У нас очень сильный экономический факультет, который занимается как раз и бизнес-моделями, и бизнес-планами, и по маркетингу они очень далеко продвинулись именно в научном плане и во всех отношениях. То есть и здесь они как выступают, как наставники в этих проектов студенческих. То есть когда студенты задумывают какую-то идею, да, мы вот с технической стороны, там мы можем инженерный факультет подсказать, а вот именно с коммерциализацией здесь уже помогает нам экономический факультет преподавателей. Но у нас вот бывали в гостях и студенты, которые говорили, «А нам интересно оставаться в университете и продолжать». То есть вот такая вот продолжать уже педагогическую деятельность. Эта тенденция сохраняется? Такие ребята есть? Да, есть, конечно. Но та же вот аспирантура, мы уже говорили про нее, да, поступают. В этом году также есть и бюджетные места, и в небюджетные студенты идут уже. Некоторые как бы решили на пятом курсе, да, после магистратуры завершения, они только вдруг почувствовали, что вот они захотели остаться в педагогической деятельности. А многие, да, в основном это те, кто на протяжении вот всего обучения они занимались наукой, участвовали какой-то в активной жизни университета, и они остаются, продолжают свои проекты, правильно? Я хотел спросить еще, а появятся в этом году или в будущем какие-то новые специальности? Вы, может быть, думаете об этом? Новые специальности уже в этом году мы открыли две, ведем набор. Во-первых, у нас при университете реализуется не только высшее образование, но и среднепрофессиональное. Вот в этом году одна из интересных специальностей – это электротехнические системы ВПК. Мы запустили наборы, на базе девяти классов абитуриента поступают. И что интересно, вот также эта специальность у нас, она будет реализовываться совместно с, то есть подпроизводством. Мы не в пустом, как бы в пространстве ее создаем, а именно под заказ нашего индустриального партнера – это бывший завод «Контактор». Сейчас вот, не помню точно, как они сейчас будут называться, у них уже, я так понял, ребрендинг произошел, да. То есть под их заказ непосредственно есть предприятие, и будут студенты обучаться. Часть учебных модулей будет проходить именно на площадке этого завода, часть занятий будут проводить инженеры этого завода, то есть это одно из требований реализации этой программы, ну и в дальнейшем это трудоустройство. Такая серьезная курица кадров. Вот это вот одна из новых специальностей. Также мы пролицензировали новые направления магистратуры по транспортной группе, биологической группы тоже появилось, новые направления. То есть, ну и на следующий год запланированы также новые. Ну это там длительный еще бюрократический процесс лицензирования, аккредитации, но мы проходим это. Новые интересные специальности будут для студентов. Значит, есть о чем поговорить, например, к следующему. Да, мы анализируем рынок постоянно, что интересно, что востребовано и что реально нужно. Причем мы стараемся делать это не какие-то однодневные такие специальности. Вот сегодня интересно вот это, а завтра оно непонятно нужно будет или кому-то нет. Все-таки мы стараемся делать такие больше, ближе к классическому, ну и понятно с учетом современных требований. Спасибо вам огромное за эту беседу. Ну что, ребятам напомню, что у них есть еще сегодня 23, 24 и 25, чтобы успеть принести документы, если действительно им подходят, отзываются те специальности, о которых мы с вами поговорили. Спасибо большое. А я напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас был Андрей Александрович Павлушин, декан инженерного факультета Ульяновского государственного аграрного университета имени Столыпина. Ну а мы двигаемся дальше.